А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З Первоклассница Надежда Белоусова не только отлично знает русский алфавит, но и легко считает до ста. Эти знания, те, которые она приобретет, помогут ей стать первоклассным стилистом. Об этом сейчас мечтает девочка. А ее брат учится в пятом классе. Олег начальную школу окончил на одни пятерки. Он хочет стать профессиональным баскетболистом. Хотя и точные науки ему также по плечу. Я считать люблю. Родители 26-й школы на пятой просеке, где учатся их дети в восторге от педагогов интерьеров технического оснащения. Мы живем в этом районе. И уже много лет мы здесь живем. Несколько лет отвозили ребенка в другую школу. Приходилось, конечно, каждый день отвозить, забирать. Испытывали большие неудобства в связи с этим. И в том году, наконец, мечта вообще всех жителей этого района осуществилась. Это был большой праздник. Прийти в новую, светлую, красивую, современную школу. Мы поступали на общих основаниях, по кнопке. Все как положено было. Хорошая организация в плане поступления. В новом учебном заведении 52 кабинета, оснащенных современной техникой. В каждом классе интерактивные доски и проекторы. Высокоскоростной интернет. Кабинеты физики, химии и биологии оборудованы лабораторными комплексами. Но в руках труда можно попробовать любую рабочую профессию. От повара до слесаря. Родители такому разнообразию рады и готовы помочь детям сделать правильный выбор. Техническая специализация в нашей стране на данном этапе развития как никогда актуальна. Нужны профессионалы в сфере именно технической. И машиностроения, металлургия, энергетика, нефтегазовый сектор. Второй корпус 26-й Самарской школы рассчитан на 850 детей и 75 из них дошкольники. Всего же здесь учатся 1611 человек. Для детей с ограниченными возможностями предусмотрели пандусы, лифты, туалеты, кнопки вызова помощи. В такой современной школе работать одно удовольствие, уверена педагог английского языка Вера Шептунова. После института работать в школу не пошла, зарабатывала частными уроками. А год назад, пройдя конкурсный отбор, решила вернуться в профессию и устроилась в 26-ю школу. У нас такая династия учителей. Это мое призвание, как я поняла. И вот я теперь здесь. Коллектив очень замечательно сложился, очень комфортно работать. Мы свои уроки делаем разнообразными, интересными, чтобы детям было интересно, комфортно, чтобы их увлечь, замотивировать. Дети могут связать потом жизнь свою с разными профессиями, но в них всегда может присутствовать английский язык. Это могут быть и программисты, это могут быть и юристы, и врачи. Современная инфраструктура учебного заведения включает четыре библиотеки и компьютерных класса. Тренажерные, спортивные, актовые залы, две столовые. На школьном дворе функционирует спортивный городок и детская площадка. Кроме того, в учебном заведении работают порядка 20 различных спортивных, патриотических, волонтерских и творческих секций и кружков. Школа заключила договор с ведущими самарскими вузами и предприятиями. Поэтому школьники за время учебы могут попробовать свои силы в разных областях знаний и осознанно выбрать будущую профессию. Мы строим школу ранней профориентации. Мы уже являемся базовой школой медуниверситета за год нашего существования. Мы уже являемся опорной школой самарского политеха. Также мы открыли в этом году лабораторию УДК Кузнецов. Все это направлено на создание общего учебного плана во взаимодействии с университетом и предприятиями, чтобы детки могли сразу же уже готовить себя к взрослой жизни. Наши ученики выезжают в вузы для получения мастер-классов, курсов дополнительных. Подготавливаются уже к предмету. И в принципе, я думаю, не возникнет такой проблемы, что ребенок не сможет сдать единый государственный экзамен. 26-я школа работает только второй год и уже такие достижения. За строительство учебного заведения выступали жители пятой просеки, которых услышали и воплотили заветную мечту в жизнь. Нет сомнений, что новая современная школа – удачный образовательный проект довольно крупного масштаба. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.